когда я оказываюсь в безвкусных интерьерах первое что мне хочется сделать это нарисовать план эвакуации а уже потом нарисовать нормальную планировку все начинается с чистого листа с планировки без нее дальнейшие шаги бессмысленным в процессе общения с клиентом рождаются ключевые слова например светлый уютный современный на их основе мы и создаем идею интерьера первое воплощение это коллаж клиент смотрит на него и говорит да это то что нужно это то что я хотел тогда мы приступаем к 3d эскизом это вторая форма презентации дизайн проекта но есть и третье видео когда ваш интерьер начинает существовать в виртуальной реальности а и и и и и кстати это моя дочь варя вообще у меня четверо детей и троих из них я конечно люблю больше но четвертый тоже мне очень дорог это моя студия в мире дизайна интерьера я живу уже давно 18 лет и студия для меня это как ребенок и мне не все равно кто будет контактировать с ним я всегда серьезно подходил подхожу и буду подходить к вопросу подбора персонала некоторых ребят я обучал дизайну интерьера сам в своей школе сурового практика и теперь они в моей команде очень горжусь их успехами неважно какое место в студии хочет занять человек руководитель проектов пиар-специалист ведущий дизайнер вне зависимости от того чем каждый из них занимается я уверен в том что они любят это дело всей душой и включаются в процесс прежде всего ради саморазвития по-моему эстетика это не только визуальная красота если издалека диван выглядит симпатично а при пристальном рассмотрении выясняется что он сделан из некачественных материалов ну то есть на нем неудобно сидеть то о какой красоте идет речь когда создаешь интерьер не своему другу не своему родственнику человеку с которым тебя не связывают кровные узы это вообще жесткая проверка на эмпатию обладаешь что этим качеством душевным или нет знаю дизайнеров которые зациклены на себе и на своих интересах и этот тест эту проверку не проходят да это красиво это в тренде это восхищает глаз но задумайтесь будет ли в действительности удобно на этой кровати хозяину квартиры то ли это цветовая палитра в которой хозяйка чувствует себя максимально комфортно большой вопрос обожаю общаться с людьми не могу себе в этом отказать даже в процессе работы поэтому многие из моих друзей так или иначе связаны с промышленным дизайном они делают мебель эти теплые отношения очень помогают в процессе создания дизайн проекта безусловно он помогает жить лучше и возможно даже самому быть лучше нужно же соответствовать своему интерьеру я люблю дизайн очень а а